Я, журналист, Хабер Глобал из Истамбула. Какова нынешняя ситуация, связанная с мирным соглашением? 8 ноября была завоевана победа в Карабахе. В сентябре 2023 года была проведена антитеррористическая операция и тем самым был положен конец армянской оккупации Карабаха. Результатом этого стало полное восстановление территориальной целостности Азербайджана. Мирное соглашение еще не подписано. Вы заявили, что главным условием для подписания мирного договора является внесение изменений в Конституцию Армении. В последнее время премьер-министр Армении Пашинян выступает с заявлениями о том, что он — сторонник мира. В выступлении в парламенте он также отметил, что является сторонником мира. Но если учесть реваншистские настроения, когда и президенту Эрдогану задали этот вопрос, он сказал, что необходимо отойти от ложных исторических нарративов и продемонстрировать реалистичный подход. Президент Эрдоган отметил, что Пашинян уже понял это. Это должны понять и Армения, армянская диаспора и реваншистские силы. Надеюсь, что Армения примет правильное решение, потому что возможности бывают не всегда, и этот шанс надо использовать. Это слова президента Эрдогана. То есть каковы условия использования этих возможностей, и когда, по-вашему, будет подписано мирное соглашение? Если позволите, я вернусь к самому началу. После окончания Второй Карабахской войны образовался определенный вакуум. В то время бывшая минская группа все еще функционировала. Когда после этого ее представители, три сопредседателя, посетили Азербайджан, я понял, что они сами не знали, что делать дальше, потому что Азербайджан фактически сделал все сам, положив конец конфликту. Большинство принципов, которые обсуждались более 20 лет, нами были обеспечены. Именно мы, наша страна и я лично, предложили начать работу над мирным соглашением. Потому что они спросили, что нам делать дальше. Я ответил, что нам нужно делать после того, как карабахский вопрос уже решен. Две страны должны нормализовать свои отношения. Азербайджан заявил об этом публично, но со стороны Армении не было никакого ответа. Затем, через некоторое время, мы раскрыли принципы, на которых должно основываться мирное соглашение. Эти пять принципов, фундаментальные принципы международного права, я уверен, что все, кто вовлечен в этот процесс, знают, о чем я говорил. Тем не менее, Армении потребовалось много времени, чтобы согласиться. Переговоры начались по нашей инициативе. Они продолжались определенный период времени без какого-либо ощутимого прогресса по одной конкретной причине, потому что Армения хотела включить вопрос так называемого Нагорного Карабаха в мирное соглашение, чему мы противостояли, основываясь на том факте, что это наш внутренний вопрос. Внутренние вопросы не должны быть предметом соглашения между двумя государствами. При нерешенности этого вопроса было абсолютно бесполезно сосредотачиваться на других важных темах. После того, как в сентябре прошлого года Азербайджан восстановил свой суверенитет, мы ждали еще три месяца, прежде чем Армения согласилась возобновить переговоры. С практической точки зрения реальные переговоры начались только в декабре прошлого года. Прошло всего шесть месяцев, и переговоры проводились только на уровне министров иностранных дел. В разных местах было проведено несколько встреч министров иностранных дел обеих стран. Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90% текста уже согласовано. Армении пришлось отказаться от своих оговорок и от всей этой терминологии, связанной с так называемым Нагорным Карабахом, что открыло путь к нормализации. Но есть два важных вопроса, которые необходимо решить. По крайней мере, на данный момент два. Во-первых, Армения должна положительно ответить на наши предложения о совместном обращении Армении и Азербайджана в ОБСЕ с просьбой о распуске Минской группы, поскольку последнюю пару лет эта группа фактически бездействует. Нет шансов, что Минская группа снова станет функциональной. Во-первых, потому что сопредседатели сейчас фактически находятся в состоянии войны друг с другом. Я имею в виду двое против одного. Во-вторых, Франция полностью утратила шанс быть посредником или даже присутствовать на Южном Кавказе, потому что они не могут действовать в регионе без нашего согласия. Если они захотят сделать это без нашего согласия, то они снова потерпят неудачу. И снова это будет еще одно болезненное поражение для них. Какой смысл сохранять Минскую группу де-юре в этих обстоятельствах? Как вам известно, в ОБСЕ действует механизм консенсуса. Если Армения хочет сохранить Минскую группу де-юре, то она останется. Но это означает, что территориальные претензии Армении к Азербайджану все еще существуют. Это очень серьезный фактор. Это своего рода лакмусовая бумага. Если они имеют в виду то, что говорят. Я говорю это потому, что зачастую их слова абсолютно противоречат их действиям. Если они действительно сейчас говорят, что Карабах – это Азербайджан на самом высоком уровне. Хотя в 2019 году, в нескольких километрах отсюда, в Ханкенди, тот же самый человек очень эмоционально говорил, Карабах – это Армения. Итак, сейчас он говорит, что Карабах – это Азербайджан. Хорошо, я имею в виду, трансформация и реформы всегда ценятся, но теперь это должно быть подкреплено практическими шагами. Во-первых, совместное обращение в ОБСЕ о распуске Минской группы, Армения не согласна. Во-вторых, изменение Конституции Армении. И еще раз хочу сказать, что наши действия не являются вмешательством в их дела, отнюдь нет. В Конституции Армении есть ссылки на Декларацию о независимости, которая явно представляет территориальную угрозу Азербайджану, поскольку в ней говорится об объединении так называемого Нагорного Карабаха с Арменией. То есть, пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. И снова я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это абсолютно не является частью нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их Конституции это невозможно, потому что Конституция выше любого другого документа, включая Международный договор. Поэтому мы не хотим оказаться в ситуации, когда однажды они передумают, и нам снова придется делать то, что мы сделали в сентябре. Тем временем работа над согласованием текста продолжается. Я не знаю, когда состоится следующая встреча министров иностранных дел. Сейчас я менее оптимистичен, потому что, как вы вероятно знаете, премьер-министр Пашинян отказался встретиться со мной в Великобритании. Правительство Великобритании предложило организовать встречу между нами на полях мероприятия в Оксфордшире. Однако армянская сторона отвергла это предложение, чему мы были очень удивлены. Потому что всего четыре месяца назад канцлер Шольц организовал аналогичную встречу в Мюнхене, где он участвовал в течение пяти-шести минут, а затем ушел. Таков был формат встречи. Он должен был встретиться с обоими лидерами, затем сказать несколько вступительных слов и уйти. И именно так и произошло. Такое же предложение поступило от британского правительства. Планировалось, что британский премьер примет в ней участие, а затем покинет ее. Но премьер-министр Пашинян отказался. Вопрос, если он не хочет со мной разговаривать, то о каком мирном соглашении может идти речь? Если он не хотел разговаривать с британским премьером, то зачем тогда посещал Лондон Оксфордшир? То есть многие вопросы носят очень противоречивый характер. Но мы посмотрим. Как я отметил, я вернулся только вчера. Посмотрим. Одно направление — это текст. Другое направление — это то, что я сказал о юридическом формате. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.